Ребят, всем привет! И сегодня у нас будет такой кулинарный обзор, потому что сегодня мы будем печь блины. И печь блины мы будем благодаря одной штуковине из Китая, которая нам в этом должна помочь. Я действительно достаточно неплохо, как мне кажется, их готовлю. Рецептом я с вами поделюсь, эксклюзивным. Но блинницы я пользуюсь в первый раз, честно, потому что обычно я это все делаю на сковородке. Ну, блинница, она, по идее, должна быть поинтереснее. Кроме этого, она может нам делать не только блинчики, но всякие там лаваши и прочее-прочее. Помяла почта ее, как видим, достаточно неплохо. 20 сантиметров у нее диаметр, все на китайском языке. Хонг, шунг, ангч, короче, все в одном, в общем. Это простая сковородка с электроподогревом. И будем сейчас смотреть и посмотрим, насколько будет действительно блины удастся у меня или не удастся. Очень посылка помятая, ребята, очень. Надеюсь, что все внутри целое. Так, во, даже венчик, это, вы знаете, честно, от китайцев такой бонус. Это даже всем бонусом бонус. Так, чтобы ничего не выкинуть лишнего. Так, ребят, все на китайском языке. Даже не могу вам ничего подробно рассказать. Так, ну вот у нас 500 ватт ее мощность, 20 сантиметров в диаметр, 220 вольт. Это все, что я могу вам сказать. Еще какая-то силиконовая фигня здесь есть, которая, наверное, нет, даже не силиконовая, это, скорее всего, подставка под нее. Да, наверное, так, потому что по-другому. И кнопка включения-выключения. Так, это я так подозреваю, крышка здесь какая-то должна быть. Или, блин, прям на нее наливать. Вилка, к сожалению, опять-таки, китайская, но ее, в случае чего, можем заменить на нормальную. Кабель здесь немножко пожалели, его здесь, походу, наверное, метров 7, о, метров 7, сантиметров 70, даже метра не будет. Вот такое вот. Ну, не знаю, я бы ее сначала сейчас, наверное, вымою очень хорошо. Все-таки, не знаю, какие китайские руки ее касались. Здесь, по сути, какая-то спираль. И это, не знаю, пластик какой-то, не знаю, очень похоже на какой-то пластик. Ну, попробуем. Так, ребят, нам понадобится литр молока, 6 яиц, 2 стакана муки, 1 столовая ложка сахара, она добавляет 2, чтобы послаще было, и 1 столовая ложка растительного масла, она добавляет тоже 2, и маленькая ложечка обычной соли. Все, что нам понадобится. Это самый, не знаю, уже проверенный мною годами рецепт, самые вкусные блины, получается, и тонкие. В кастрюлю выливаем молоко, туда же добавляем сейчас 6 яиц. Добавляю 2 чайных ложки соли, ну, полторы, так сказать, на вкус. Я люблю блины послаще, поэтому добавляю 2 ложки столовых. Добавляем немножко растительного масла, я вот так вот где-то добавляю, оно дело в том, что тогда не прилипает к сковородке, практически не надо даже ничем смазывать. Есть, конечно, еще один лайфхак, я попробую вам показать, не люблю это слово. И добавляем 16 ложек, столовых ложек, либо 2 стакана муки. Ну, так вот, с небольшой горочкой, если что, потом можем разбавить либо молоком, либо водой, если будет сильно густое, 2. И теперь, ребята, очень аккуратненько это все дело начинаем перемешивать. Почему аккуратненько? Потому что будет поначалу, видите, мука лететь во все стороны. Ну вот, консистенция. Ну что ж, врубаю нашу блинницу, пусть разогревается. Температура тем самым растет уже 160 градусов. Не знаю, дам я бы разогреться, уже 200 градусов, 191, в краях тоже где-то 193. В принципе, практически равномерная у нее идет прогрев. От нее уже жар такой идет хороший. Температура уже выросла до 250 градусов. Так, ну, ребят, сделали мы вот это вот, такую кашу-малашу, по сути, блинное тесто. Теперь мы сюда его заливаем максимально по краюшке. И потом будем банально опускать эту сковородку, я не понял сначала для чего. Вот так вот раз и поднимаем. И здесь у нас же будет готовый блин. Сейчас пока она разогревается, ждем. Вылили блинную смесь. И теперь мы что делаем? Просто вот так вот раз. Ждем пару минут. Ну, не знаю, сколько там пару. Вместе с вами буду ждать. Поднимаем и ждем, пока он, этот же блин, у нас, по сути, остынет. Можно так сказать. Ну, вернее, испарится влага и станет блином. Ждем, ждем, ждем. Давайте проверим температурку. Температурка блина у нас 89 и растет. Ну, 88, видите. Так, ну вот, блин, по идее, уже должен быть готов. Потому что уже даже пригорает. Попробуем отсюда снять. Дело, конечно, с непривычки непростое. То есть вот так раз. Ну, в целом, в принципе, готовит. Так она приловчится. Первый блин, как говорится, комом. Ну, очень, знаете, очень горячая штуковина. Так, ну, 90 градусов блин. И тут уже на краях 100 и выше. Так, ну что, ребят, думаю, что он готов. Какой-то суховатый, честно, получился. Маленький. Ну, как есть. Давайте еще раз проверим. Второй блин, надеюсь, будет не комом. Допрусим вот эти вот все части. Макаем его в сковородку. Ждем. Чуть подольше подожду. Ну, и достаем. Оп. Ну, в целом, мне кажется, надо бы муки было больше добавить. Тогда бы оно не было бы такое более жидкое, я бы так сказал. То есть, наверное, своеобразный рецепт. То есть я этот рецепт использую для сковородки. Вот для этой блинницы надо чуть-чуть по-другому делать. Немножко я бы еще стакан муки. Ну, не стакан, а полстакана точно добавил. Потому что, видите, и второй блин получается небольшим комом. Ну, ребят, и, наверное, третий блин. Вот второй я снял уже. Такой вот получился. Третий блиночек. Еще дольше подержу. То есть оно сразу раз и как бы поджаривает, схватывает. Подержу немножко дольше и поднимаем. Оп. Вот что-есть такое вот. И, наверное, третий будет вообще идеальный. Единственное, что минус, что я большую люблю, а она какая-то немножко такая мелкая и достаточно долго делает. То есть каждый блин где-то по минуте, ребят. Ну, да, где-то по минуте. На сковородке все-таки быстрее. Так, одну сторону сделали. Давайте вторую. Вот эта, действительно, она подольше держать его в блинном тесте. Тогда оно нормально, видите, оно такое более толстое. И тогда вот так нормально оно его открепляется. Я ничем не смазывал, ничего. То есть вот как есть, так и есть. В принципе, я же говорю, что блинница со своими функциями справляется. Единственное, что она делает их, ну, небольшие. Небольшие, но достаточно быстро. Ну, немножко вот так надо приловчиться. Как бы первые два блина у меня получились комом. Ну, вот третий вполне нормальный блин. То есть залили, окунули, получили блинчик. Единственное, что я же говорю, что на сковородке мне такое ощущение, что происходит это все дело быстрее. Ну, здесь, в принципе, она более автономная. Не зависит там, ну, только электроэнергия нужна. Можно брать с собой, не знаю, там, на дачу. Но минусы же говорю, мне не понравилось, что нету, что она вот, я думал, наливать сверху придется. Нет, надо ее макать сюда, и они такие более суховатые какие-то, как по мне пока. Хотя, вот этот нормальный вообще, в принципе, блинчик. Первый вообще комом. Этот, да, этот, в принципе, нормальный блинчик. То есть блинница своими функциями справляется. Ну, не знаю, я говорю, что я бы, наверное, все-таки предпочел сковородку. Вот обычную, нормальную сковородку. Намазываем ее картошкой, вытираем. Это такой небольшой лайфхак, чтобы не прилипали блины. Берем картошку, срезаем, вытираем поверхность. И выливаем туда блинное тесто. И через там 30 секунд уже получаем готовый блин. Здесь все-таки оно подольше. Так что, ребят, в принципе, со своими функциями точно она справляется. Блины готовят, жарят, парят. Единственное, приловчится. То есть вот берем, шнур, конечно, маловат. Берем вот сюда ее макаем. И получаем уже готовый почти блинчик. Ну, единственное, что, как по мне, я же говорю, что я, не знаю, я не в восторге, могу сказать так. Если по-честному брать, я не в сильном восторге. Во-первых, по краям все течет. Во-вторых, блинчики, как по мне, маловато какие-то. А в-третьих, все-таки долго. Честно, вот, чтобы наготовить на семью, ну, так придется, наверное, с полчасика тут точно постоять. Хотя при этом, вот видите, у меня ребенок уже ворует блины. Их очень любят. Я думаю, что на сковородке все-таки, ребят, быстрее, надежней и дешевле. Ну, единственный момент, что если у вас, честно, там нету возможности, тогда блинец уже подойдет. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте про таблицу с товарами Xiaomi, которые постоянно я часто выполняю. Там же роботы-пылесосы, все цены я максимально дешевые стараюсь туда кидать. Ну, и различные гаджеты для дома, дьявол, ну, эти вот, самоделки и прочее тоже самое стараюсь делать. Ну, ребят, не знаю, не очень, я в восторге. Просто вот скажу так, я ожидал большего. Так что рекомендовать покупки, скорее всего, я не могу. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok